Приветствую вас. Есть проблема, которую вы описали, она двухсторонняя. В ней нет правых и виноватых. В ней нет единственного верного решения. На самом деле, если вы хотели помириться с молодым человеком, если молодой человек хотел помириться с вами, то, конечно же, странным выглядит его перегас, его состояние опьянения. И совершенно нормально, что вы не стали терпеть это. Ведь вам не нравится подобное. Думаю, что если бы мужчина хотел с вами помириться так же сильно, как и вы, то вряд ли он стал бы выпивать перед вашей встречей. А даже если бы и выпил, то уж точно позаботился бы о свежести дыхания, потому что предполагал, что вы могли бы поцеловаться, допустим. И что из этого вытекает? Прямо из этого вытекает тот факт, что мужчина о вас не подумал. Мужчина не подумал о том, каково будет вам, когда, допустим, вы будете во слава или он будет во слава. Он не подумал ни о вашем комфорте, ни о вашем удобстве, ни о приятном, не о приятности, да, поцелуе. Ему это было все равно. И это означает, что желание помириться с вами было меньше, чем у вас. Таким образом можно сделать, в принципе, вывод о том, что, так, значит, после долгой разлуки, вот причина разлуки, причина того, что вы расстались, она не ушла. То есть, конечно, может быть, это не была именно эта причина, но факт тот, что мужчина не был настроен на доступ и восстанавливать отношения, а это значит, что первоначальное условие, первоначальное обстоятельство того, почему вы расстались, не исчезло. И по прохождению времени оно бы дало себе знать вновь, оно бы вновь начало бы влиять на ваши отношения, и вы, скорее всего, бы вновь растали. Потому что, если человек, еще раз повторю, скучает по своей второй половинке, то он делает все, чтобы ей было хорошо. Мужчина этого не сделал. Не сделал на первых встречах, соответственно, вряд ли сделал бы и потом. Его слова о том, что он, может быть, в будущем стал бы что-то делать, улучшать, улучшает, мягко говоря, как оправдание. Как попытка рационализировать свое не совсем правильное, адекватное поведение. И поэтому вы здесь поступили совершенно верно. Но, что я хочу сказать. Вместе с тем, что вы вот так вот сразу сказали мужчине, что вам не нравится после встречи, Вместе с тем, иногда нужно проявлять мягкость. Эта мягкость обусловлена не постоянным, непрерывным поведением вашим, а тем, как другие люди причиняют вам дискомфорт. Вот мужчина знал, что вам не нравится запах алкоголя. И все равно этим пренебрег. Здесь проявлять мягкость было бы слабостью. Но если вы видите, что человек действительно раскаивается, вот он, вы и сказали ему, да, что вот, мне не нравится. Другой, прости, пожалуйста, я забыл там или там еще. То есть, увидите, что человек признает свою вину. Ну, тут можно проявить мягкость. Только в ответ на рассказ. Только в ответ на адекватное поведение человека, на ваше замечание. И по-другому, в других условиях построить отношения невозможно. К сожалению. По крайней мере, отношения полноправные, крепкие, искренние, устойчивые, долгосрочные. И остался только один вопрос, который нам нужно с вами разобрать. Если хотите, конечно. Почему вы мечтали помириться с бывшим паном? Почему вы не отпустили его? Почему вы не стали жить дальше? Может быть, вы идеализируете его? Может быть, до конца не отпустили отношения с ним? Надеялись на то, что он изменится, станет лучше. Вам без него было плохо? Если вам без него было плохо, то необходимо вот это состояние рассмотреть подробнее. Понять, что вам мужчина дает, почему вы стремитесь к нему. И если это что-то не связанное с личными отношениями, то постараться добиться самостоятельно подобного. Так вы обретете свободу от него, и не будете зависеть от мужчины, не будете наступать раз за разом на одни и те же граммы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. на этом Москве, чтобы отпустить тот, Уливе по ним и буду. Улига, 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 улига. Улига,